Тем временем в Ассоциации Туристских Агентств Казахстана говорят, что проблема с Travel System назревала давно. У туроператора были огромные долги. Даже одна из авиакомпаний, Скат, подавала судебный иск на турфирму за задолженность за летний сезон прошлого года. По имеющимся данным, сумма долга составила 2,5 миллиона долларов. Но, несмотря на это, компания продолжала реализовывать дешевые турпакеты на раннем бронировании. Руководство компании Travel System держало всех специально в напряжении. Естественно, понятно, что специально. Я задавала руководству Travel System конкретные вопросы. Есть ли у вас деньги? На что я... Было несколько вопросов, да? На один вопрос я не получила утвердительного конкретного ответа. Но после того, как Скат расторгнул контракт с Travel System, фирма договорилась о перелетах с национальным перевозчиком Эйрастана. Договор был заключен еще в феврале 2015 года. И, как стало известно сегодня, Эйрастана отказалась выполнять этот контракт из-за отсутствия оплаты. Эксперты говорят, что этот скандал негативно отразится на туристическом сезоне и репутации всего турбизнеса в Казахстане. Мы рекомендовали страхование туриста, субъекта бизнеса. Не объекта, а именно субъекта. Если учитывать, что миллион человек ежегодно покидает страну в туристических целях, около миллиона, и посмотреть, сколько в среднем в таких случаях страдает, это три тысячи, то страховой рынок в этом случае находится в прибыли.